В областном драматическом театре на Литейном отпраздновали юбилей народной артистки России, лауреата государственной премии Татьяны Ткач. В этот вечер актрисе вручили благодарность губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за многолетнюю плодотворную работу и за заслуги в развитии культуры и театрального искусства. Татьяна Ткач хорошо известна зрителям своими эпизодическими, но запоминающимися ролями в кино в таких легендарных художественных фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Бег», «Место встречи изменить нельзя». Театралы Петербурга и гости города знают актрису по работам в областном драматическом театре на Литейном, где Татьяна Дмитриевна служит искусству вот уже более 40 лет. Для бенефисов в праздничный вечер был выбран спектакль «Семейный портрет», поставленный два года назад по пьесе Максима Горького «Последние». Главная женская роль Софьи Коломейцевой – одна из самых ярких работ актрисы. Я всегда мечтал, как режиссер, поработать с такой артисткой. И вот мне, наконец, выдалось такое счастье. Я был приглашен в этот театр ставить спектакль. Конечно, мы ставили спектакль на нее, прежде всего на нее. Геннадий Тростенецкий, Яков Хамармер, Владимир Рецептер, Кама Гинкас приглашали Татьяну Ткач в свои знаменитые спектакли. Она создала образы героинь Шекспира и Островского, Мальера и Горького, Ипсона и Салтыкова-Щедрина, Теннесси Уильямса и Франсуазы Саган. Многокранность ее таланта, проникновение в самую суть психологического конфликта пьес, дар слышать режиссера и чувствовать партнеров по сцене, помогали Татьяне Ткач переобретать бесценный опыт и покорять сердца зрителей. По-прежнему снимаясь в кино, она оставляет о себе неизгладимое впечатление. Поздравление в свой юбилейный день рождения Татьяна Ткач принимала от друзей, родных и близких, преданных поклонников ее таланта и работников культуры. Восхищаясь жизнелюбием и удивительной энергией актрисы, все желали ей новых ролей и вдохновения. Конечно, хочется еще работать, потому что я вообще, когда была молодая, и слышала вот это вот здоровье, желаем здоровья, я думаю, какая банальность вообще в здоровье, и так все здоровы, зачем? А теперь понимаешь, что желая здоровья, это ты желаешь человеку жизни. А жизнь, это значит работа. А для меня, например, жизнь без работы, это вообще не жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова